Приветствую всех любителей шахмат и сегодня у нас партия от чемпиона Чемпион мира Магнус Карсен в очередной раз показал свой бойцовский характер и создал шедевр на Кубке Мира Разгромив Этьена Бакро жертвой ферзя Бакро играл белыми Е4, Магнус ответил симметрично и последовали известные ходы Испанская партия, слон отступает на А4 Короткая рокировка, слон Е7, ладья Е1 и черные по классике сначала отбрасывают слона на поле Б3 И потом делают рокировку Последовал ход А4, это антимаршал Дело в том, что на С3, конечно, очень не любят шахматисты играть белыми против контратаки маршала, который возможен после хода Д5 Поэтому А4, не давая возможность провести Д5 Слон выходит на большую диагональ, последовал ход Д3, Д6 Слон Д2 достаточно редкое продолжение И здесь чемпион удивил мир, то есть погрузился в раздумья на целых 28 минут Дело в том, что испанская партия, наверное, один из самых изученных дебютов Бывает, анализы простираются очень глубоко И здесь чемпион оказался либо не готов, либо просто вспоминал варианты, либо хотел получить какую-то позицию под соперника Итак, после хода ферзь Д7, то есть Магнус решил не форсировать события ходом Б4, либо ходом конь Д4 Он просто играет ферзь Д7, соединяя тяжелые фигуры После конь С3, последовал ход конь А5 Попытка разменять слона на поле Б3 и остаться с двумя слонами Слон А2, белый, конечно, против С5, стандартный испанский прием Пешка С идет вперед, потом где-то коня можно будет перестроить через поле С6 на Д4 Конь Е2 напали на коня Конь отступил, конь идет на Ж3 Конь стремится на поле Ф5 Д5 удар по центру, в стиле контратаки Маршала Забрали, съели конем И здесь выясняется, что брать на Е5 не так уж и хорошо После конь Е5, ладья Е5 Слон идет на поле Ф6, пешка Б2 под боем, мы ее заберем После чего у черных будет достаточно приличная позиция Поэтому белые не торопятся брать на поле Е5 в этой позиции, а играют С3 То есть теперь в этом варианте пешка Б2 уже будет не под боем Такой блок на пути, также поле Д4 взяли под контроль Последовал ход ладья Д8 Магнус предлагает, настаивает буквально на жертве пешки И Бакро после размена на В5 принимает вызов Бьет конем пешку Е5 Последовал размен, ладья Е5 и слон Д6 Брать теперь конечно на поле Д5 нельзя, после слон Д5, слон Д5 Последует слон Ж3 и слон будет атакован ферзем Поэтому белых это не устраивает Здесь у белых несколько возможностей было Можно поставить ладью на Е2, ладья Е1 как было в парте И была интересная возможность ладья Ж5 Но не могло ладья Ж5 устроить белых Дело в том, что здесь такой интересный ничейный вариант С жертвой двух фигур Ладья Ж7, король Ж7, слон бьет А6 Король А6 и после ферзь Х5 вечный шаг Король Ж7, ферзь Ж5, ферзь Х5 Дело в том, что у белых на данный момент лишняя пешка Плюс белый цвет, если сегодня будет ничья То завтра Магнус будет играть белыми И Магнус с белыми это не Магнус с черными То есть любой шахматист фактически играет белыми фигурами намного сильнее Все-таки право выступки, первый ход за белыми это всегда решает И давайте посмотрим, как было в партии В партии последовал ход ладья Е1 Бакро заряжен на борьбу, все-таки имеет лишнюю пешку Позиция с небольшим перевесом теперь в сторону белых Конь Ф4, Магнус сразу же атакует пешку Д Вообще три фигуры собрались по линии Д Магнус ладью ставил тоже на линии Д Именно, видимо, с этой идеей, что где-то Либо пешка Д3 потеряется Плюс слон ферзь, такое интересное воздействие Активный слон на большой диагонали, опять же у него Размен на Ф4, взяли на Ф4 У черных теперь два слона Конь Е4, готовый отдать пешку на Д3 Но взамен съедим на Ц5 Магнус играет Ферзь Е7 Защитил, одновременно напал И здесь Бакро серьезно ослабляется Может быть лучше всего было Ферзя на поле Х5 Попытаться вбросить Он же играет G3 Слон идет на поле Е5 Ф4 напали на слона И тихий скромный ход Слон Д6 Ферзь Х5 забросили Ферзя Магнус играет Ферзь С6 Присматриваясь к большой диагонали Конь теперь связан И Ферзь Х3 В этой позиции лучше всего было пойти Либо ладья Д1 Либо сделать ход Ф5 Пытаясь где-то при случае пешку догнать До поля Е6 Дело в том, что Если сыграть С4 в этой ситуации То после Б4 слон может остаться Вне игры на очень долгое Поэтому самый логичный ход Наверное, это ладья Д1 Укрепляя пешку на Д3 Не хотелось, конечно, убирать ладью С открытой линии Но здесь ей делать нечего Объектов для атаки нет Зайти как-то на 7 ряд, конечно, можно Но упремся в слона Последовал ход Ферзь Х3 Ходом С4 Магнус выключает слона Пытается также выбить опору Из-под коня Е4 Последовал ход Д4 Бакро пытается закрыть позицию И здесь можно было фактически Сразу выиграть ходом Ф5 То есть хотим просто по диагонали Все-таки где-то залететь в лагерь белых Конь Ф2 не так теперь хорош А на ход Конь Ж5 Мат в один ход угрожает А6 Конь Е6 Напали на две ладьи Дали шаг Король Ф2 Дали шаг с поля Ф3 И после хода Король Ж1 Ладья Е8 Убираем одну из ладьев из-под боя Размен Забрали на Е1 Ладья Е1 И слон Ф4 Пользуясь тем, что пешкой брать нельзя Мы просто заберем Ферзя Брать на Ф5 опять же нельзя Вскрытый шаг А после хода Конь Ж6 Нужно как-то убирать фигуру все-таки из-под боя Дали шаг на Е3 Ладья Е3 Ферзь Е3 И в этой ситуации после хода Король Ф1 Мы с шахами где-то приближаемся К пешке Б2 Съедаем слона Позиция будет абсолютно выиграна То есть просто Ферзь Е1 Король Ф2 Забрали И после отступления Короля на Ж1 Съели на А2 Поставили где-то слона на Е4 И везде угрожаем где-то матовыми конструкциями Потом играем где-то Б4 И пешка С просто может пробежать очень быстро Ферзи Позиция будет абсолютно выиграна Но в партии последовал после хода Д4 Немного другой ход Магнус выпускает часть перевеса Играет ладья Е8 В ответ получил Д5 Самым лучшим продолжением теперь было сыграть Ферзь Б6 И забрать просто Д5 слоном Магнус же посмотрел Ему здесь понравилась Интересная идея Которую он и проводит в жизни Он бьет Ферзьем Бакро нападает Но Магнус естественно это все считал То есть это был не зевок фигуры Теперь слон все-таки атакован Последовал удар ладья Е4 Магнус жертвует Ферзя Ладья бьет Д5 Дали шаг на Е1 Король идет на Е2 И ладья Ф на Е8 Защищаем ладью Выясняется что брать слона на поле Д6 нельзя Из-за мата в один ход То есть ладья Е2 это мат Слон отнимает поле Ф3 Получается слон неуязвим Бакро не находит ничего лучшего Как пойти ладья Е5 в этой ситуации И здесь сильнейшим продолжением За черных было забрать на Е5 Взяли пешкой Брать теперь на поле Е5 слоном точно нельзя Из-за Ферзь Д7 И позиция у белых даже с перевесом Зато можно было отдать шаг слон С5 Допустим король отходит на поле Ф1 Слон Е4 централизация Ферзь Х5 слон Ж6 напали И после кода ферзь Ф3 Слон Д3 шаг Допустим король Ж2 Забрали на Е5 Дали шаг Закрыли слоном У черных достаточно хорошие фигуры Слон же не играет Ладья хочет ворваться на второй ряд Забрать пешку Б И потом где-то уже проходные должны решать партию Ферзь же не может один атаковать черного короля Позиция абсолютно выиграна за черных В партии последовал ход слон Е5 Забрали слоном Отдаем на Е1 Король Е1 Слон С3 Двойной шаг Король играет на поле Ф1 Слон С8 напали на ферзя Ферзь идет на поле Ж2 И в этой ситуации Магнус сыграл слон Ф5 Также был достаточно хитрый ход Но у соперников был цикнот И найти его было очень сложно наверное То есть такой интересный ход Как ладья Д8 Главная его идея заключается в том Что брать теперь на поле С3 Как выясняется нельзя Непонятно на самом деле Почему изначально Вроде кажется король Е2 Но шаг И после король Е3 И шаг окажется король убегает дальше Король Е4 Что делать Но на самом деле здесь такой хитрый удар Слон Ф3 Напали на ферзя Напали на короля После размена сразу не бьем А даем шаг Ф5 И после того как король забирает на поле Ф5 Забрали на Ф3 Потом падает пешка С И пешки убегают Ну лишнее качество Очень легко решает пользу черных В партии же после входа Слон Ф5 После этого вход ферзь Д5 Напали на слона Напали на пешку Магнус играет слон Е6 У соперников здесь было достаточно Мало времени Поэтому делали ходы быстро Ферзь С5 Ферзь Б5 Нельзя Здесь неожиданно опять же Черные очень быстро и красиво выигрывают Слон Х3 Король идет вперед Слон Д4 Король Ф3 Вынужденный ход Других ходов просто нет Ладья Е3 Заманивая короля Под скрытый шаг И теперь ладья Е5 Либо ладья Б3 Забирая ферзя на поле Б5 Поэтому именно ферзь С5 В партии последовал После чего Магнус бьет пешку На Б2 Позиция На удивление Примерная Равновесие Нужно было здесь сыграть Как-то король Ж2 Он в партии последовал После слон Д7 Нужно было сыграть Ферзь С7 Нападая на слона Ставя перед черными Проблемы После же хода Ферзь Д5 Последовал спокойный ход Ладья Д8 Ферзь С5 Вынужденный ход Так как угрожал вскрытый шаг Ферзь С5 Слон Ф6 Теперь Слон защищает ладью Ладья слона Все фигуры у черных Под контролем Под защитой Слон Б1 Попытка ввести слона в бой Ж6 Ставим блок на пути слона Белый играет Ж4 Где-то попытка Ф5 Ж5 Начать движение пешек А также Бакро хочет Разменять пешки Магнус радостно разменивается Бьет на Ж4 Взятие на Б5 С3 Пешка идет вперед Ф5 И здесь Магнус ходом Ж5 Заканчивает партию Дело в том Что после хода Ж5 Где-то король Идет на Ж7 Белые еще могут Попытаться сыграть Х4 Но последует Х6 После чего Белый ферзь До черного короля Явно не доберется А пешка С Будет стоить Белым Минимум слона После чего Останется Две фигуры Плюс Ладья за ферзя Пешка Ф5 Естественно Тоже потеряется Позиция будет Абсолютно Выиграна Вот такая вот партия Магнус Карсон Пользуясь тем Что у соперника После жертвы Ферзя Все фигуры Не скоординированы Разбросаны По краям Доски Довел эту партию До победы Всем друзья Спасибо Если нравится Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем добра